АЛТАЯК ПАРАД Сообщает пресс-служба Мажелиса. Собеседники обсудили перспективные направления межпарламентского сотрудничества, подтвердив намерения к его активизации. Говоря о том, что Вьетнам важный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии, Нурлан Нигматуллин подчеркнул, что руководство Казахстана уделяло и продолжает уделять особое внимание всестороннему взаимодействию с Вьетнамом. В свою очередь, председатель национального собрания подчеркнул особую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установлении и развитии казахстанско-вьетнамских отношений. Значительный импульс к укреплению партнерства, по словам спикера Мажелиса, придало и подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Вьетнам – это первое государство, с которым было подписано подобное соглашение. Среди перспективных направлений сотрудничество – сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, логистика, туризм. Отдельное внимание на встречу уделено вопросам безвизового режима для граждан обеих стран. Возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом. Министерство финансов не планирует взимать какие-либо дополнительные плачжи или налоги от безналичных переводов. Тем более не планируется проведение проверок безналичных переводов физических лиц, заявил первый заместитель премьер-министра республики Казахстан, министр финансов Алихан Смаилов. Комментируя инициативу по проверке денежных переводов, передает сайт «Стратегия-2050». Он отметил, что в связи с отсутствием комиссии за осуществление переводов, легкость и удобство использования таких систем мгновенных переводов, как КАСПИ, получают все большую популярность у населения и бизнеса. Вместе с тем, Смаилов отметил, что председательская деятельность должна быть прозрачной. В части предпринимателей в соответствии с законодательством обязаны выделять фискальные чеки, а с 1 января 2020 года использовать онлайн-кассовые машины. Необходимо помышать финансовую грамотность населения и учить бизнес-сообщество привлекать инвестиции в регион. Об этом шла речь в ходе заседания регионального совета по привлечению бизнес-партнерства и улучшению инвестиционного климата. О новых возможностях для компании Восточно-Казахстана в материале моих коллег. Одним из участников мероприятия стал советник управляющего Международного финансового центра Астанабул от Пекуандыков. Он подробно рассказал о возможностях данного центра, действующих инструментах финансового рынка, особенностях выпуска зеленых и исламских облигаций. В ходе своего выступления Булатпе Куандыков также отметил, что центр планирует предоставить новые финансовые инструменты для развития и привлечения инвестиций в Восточно-Казахстанскую область. Уже сегодня мы предлагаем предметное взаимодействие МФЦА с регионами с целью создания благоприятной среды для работы с иностранными компаниями. Я со своей стороны готов всесторонне к контакту, помогать, консультировать. Это наша первая такая поездка, моя первая поездка в регионы. В последующем случае необходимости мы готовы уже любому формату взаимодействия. В ходе освещения руководители ряда компаний воспользовались случаем и озвучили актуальные вопросы, с которыми они сталкиваются при ведении бизнеса. Все нужны деньги, все хотят из предоплаты и подольше рассчитаться. А нам, как всегда, хочется быстрее развиваться здесь, внутри Казахстана. И развиваться не только в направлении, которое исторически было в нашем, но и в новых направлениях. Благодаря нашей продукции есть освещение, есть электроэнергия. Мы этим очень гордимся, но хотелось бы и дальше развиваться. Для этого нам нужны новые партнеры. На сегодня МФЦА имеет связи с крупными международными инвесторами. И они готовы направить финансы на развитие регионов, отметил Булатпек Куандыков. Если у них очень хорошие проекты, то они могут выйти на этот большой рынок и привлечь столько денег, сколько им необходимо. Один из компонентов еще для содействия бизнеса – это выводы компаний, которые в настоящее время занимаются экспорто-ориентированной продукции, выпусками экспорто-ориентированной продукции – это выходы на IPO. Тоже у нас предусмотрен очень удобный интерфейс в этом плане. И те компании, которые хотят выйти на IPO и разместить свои акции, мы тоже со своей стороны помогаем. Для компаний, зарегистрированных на международной финансовой площадке, созданы все условия. Например, они могут решать судебные споры международного уровня с помощью арбитров финансового центра и всесторонне анализировать их в режиме онлайн. Судьи суда МФЦ – это являются авторитетными международными эксперты именно в области юриспруденции по английскому праву. Они очень имеют большой авторитет как независимость в том плане. И поэтому мы думаем, это будут большие возможности для развития бизнеса, в том числе и в Восточно-Казахстанской области. Но для привлечения инвестиций необходимо подготовить соответствующие кадры, обучить их не только финансовой грамотности и инвестиционной культуре, но и наглядно показать, как работать на международных площадках и защитить свой бизнес. Мы обучаем, пока обучаем бесплатно. Со следующего года хотим сделать соответствующие возможности для онлайн обучения. Мы должны быть конкурентоспособны, конкурентоспособны во всем, с нашими соседями. Потому что каждое государство, Центральная Азия, сейчас стремится со своей стороны, используя всевозможные инструменты, привлечь к себе инвесторов. Мы в этом плане должны тоже применять свои меры. Заместитель Акима области Алмасхан Сматлаев подчеркнул, что в Восточный Казахстан продолжит вносить конкретные предложения и предпринимать необходимые меры для активизации и расширения партнерских отношений с МФЦ и инвесторами. Зареж Ахмеджанова, Лаура Асалжанова, Ерик Тлеухан, Алтай Ахпарат. В Усть-Каменогорске на базе Восточно-Казахстанской областной больницы прошел семинар для врачей-гинекологов. В течение нескольких дней опытный врач из Нурсултана проводил не только уникальные операции, но и демонстрировал авторские методики и хирургические техники. Урологические заболевания у женщин встречаются не реже, чем у мужчин. Это крайне негативно сказывается на качестве жизни пациенток. Чаще всего заболеваниями мочеполовой системы сталкиваются женщины старше 40 лет. Ираида Копорина, жительница Шимонахинского района. Женщина рассказала, что по причине деликатности вопроса многие годы не решалась обратиться к врачу. Но когда услышала, что появился щадящий и очень эффективный метод решения ее проблемы, сразу же приехала в Ускамногорске и обратилась в областную больницу. С данной проблемой, которая у меня была, очень боролась длительное время. В течение, можно сказать, 10 лет. Данную операцию провел столичный доктор. И на сегодняшний день, сегодня я могу сказать, что я сейчас в хорошем, отличном состоянии и чувствую себя очень хорошо. Галамжан Токторбеков – врач высшей категории. Наряду с диагностикой и лечением болезни мочеполовой системы, он оказывает помощь пациенткам, страдающим эндометриозом, кистами яичников, миомами и другими заболеваниями женских органов. Любая операция должна делаться, когда пациентке страдает качество жизни. Потому что гинекология – это такое специфическое направление, когда иногда с этим заболеванием пациентка может жить. Иногда это заболевание не угрожает ее жизни. Но страдает качество жизни. И если качество жизни страдает, и пациентка хочет его улучшить и исправить, то она должна обратиться к врачам. Стоит отметить, что врач уже не первый год приезжает в Роскомногорск с мастер-классом. На самом деле наше сотрудничество длится не первый год. Я уже в этой областной больнице второй раз приезжаю. В прошлом году мы приезжали. Врачи обучаются, врачи очень хорошие, опытные. И тот опыт, который мы им передаем, они успешно уже внедряют ежедневно в рутинной своей практике. Потому что, когда мы делаем одну операцию, мы не только обучаем им делать эту операцию, но мы попутно передаем очень много маленьких технологий, маленьких секретов, которые они могут у себя внедрить. В ходе менторского семинара было проведено 9 уникальных операций. К этому дню все пациентки чувствуют себя хорошо и уже готовы к выписке. Ащер Накипов, Лаура Асалжанова, Ерик Тлеухан, Алтай Акпарат. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Попрошайка» на железнодорожных вокзалах региона проходят рейдовые мероприятия. За пять дней полицейские выявили и привлекли к административной ответственности за назойливое представание гражданам в общественных местах пятерых человек. «Попрошайничество» давно стало статьей дохода определенной части нашего общества. Они заполнили рынки, парковки у магазинов, торговых центров и, конечно, вокзалы. Обычная просьба таких маргиналов ограничивается энным числом мелочи, на крайний случай сигареткой. И если они есть рядом с нами, значит, деятельность этой приносит доход на выпивку до пропитания. «Люди попрошайничают, сходят здесь, чтобы людям не мешали, поток пассажирам, сразу, которые без определенной местности жительства, людям ввозим в спецприемник, которые нет удостоверения, личности, выясняем их данные полностью. Потом есть данные, люди протоколируем на вокзалах, чтобы их часто не появлялись». В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Попрошайка» сотрудники линейного отдела полиции станции «СКМН-1» на своих подведомственных участках проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление также административного наказания нарушителей общественного порядка. «Если человек в первый раз такое правонарушение совершает, мы их предупреждаем. Естественно, выносится протокол. В течение года человек считается привлеченным к административной ответственности. Мы предупреждаем, если в течение года человек еще раз повторно совершает, мы уже налагаем штраф в размере 5-месячных расчетных показателей. Бывают и факты, что несовершеннолетних привлекают к таким действиям административно-правонарушительным. Взрослые лица это является вовлечением несовершеннолетних к совершению административного правонарушения. Это 128-я статья. При выявлении таких нарушителей мы привлекаем к административной ответственности, составляем протокол. Там привлекается правонарушитель к 50-месячным расчетным показателям. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление попрошаек, будут проходить в течение нескольких дней на всех железнодорожных станциях Восточно-Казахстанской области. В завершении выпуска еще одна информация. 21 ноября в 10 часов Аким Восточного Казахстана Даниил Ахметов в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день прием граждан» встретится с жителями области по личным вопросам. Прием пройдет в областном филиале партии «Нуратан» по адресу Кайсенова, 121. Предварительная запись ведется до 15 ноября с 9 до 18 часов, с перерывом с 13 часов до 14, 16 ноября с 13 по телефону 13-31-872-32-70-03-00-70-09-99, а также через мессенджер WhatsApp по номерам 837-056-13-31-8-771-202-2002. Звонки бесплатные. В городах и районах области руководители местных исполнительных органов проведут аналогичные приемы. Также сообщаем, что стартовало голосование за участников проекта «100 новых лиц Казахстана». Вся информация по ссылке 100 же на ISNKZ. Отдать свой голос можно до 20 ноября. Поддержим наших. На этом у нас все. До встречи в эфире.